Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео о ловле диких птиц. Сижу в засаде, вот пришел проверять хлопушки и там есть птицы. Мой первый трофей, сейчас с вами вместе приблизимся к ловушке, все продемонстрирую, покажу, расскажу кто поймался. Но я жду, я жду уже неделю или вторую неделю щегла. Пока щегла не было, но сейчас не видно, отсюда далеко, ловушка далеко. Не видно же кто поймался, сейчас отправляемся туда, посмотрим вместе. Вот обратите внимание, вот там колеса от БТРа и вот два кустика и там птица, то есть ловушка стоит. А вот куча отходов от попугаев, сейчас сойка прилетела. Не знаю, видно вам, не видно, попробую показать сойку. Вот здесь вон сойка сидит, наверное не видно, сейчас я ее спугну. Все, улетела сойка. Итак, отправляемся, друзья. Вот в таких условиях происходит ловля диких птиц. В частности, хочу поймать щегла. Вот смотрите, колеса. Здесь вот, кстати, куча. Здесь можно, отходы от попугайных этих самых зерн, там и овес и проса, все есть. Дикие птицы прилетают, клюют. А вот тут между двумя кустами я расположил ловушку. Обратите внимание, на колесах стоит хлопушка и вот сегодняшний трофей. Вижу уже синички. Вот они, красавицы. Будем, наверное, друзья, будем выпускать. Видно, да? Такие две синицы залетели сегодня к нам. А вон она кушает. Залетели к нам на завтрак. Ну что, друзья, будем выпускать, потому что моя задача была поймать щегла, спорвать его с канарейкой и получить поющий хороший гибрид. Но синиц у нас здесь много. Хвост вырывать не будем. Многие... Ну, клетку они долбят, конечно, хорошо. Вон, обратите внимание, уже раздолбала клетку маленько. Вот сюда, если посмотреть, вот здесь, вот видите, раздолбала клетку. Клетку мы покрасили акварелью, но что-то она стала светлая опять. Надо ее будет еще раз затемнить, потемнее. Мне подписчики написали, затемни. Я, видите, затемнил, но недостаточно. Вот так, выпускаем синиц. Воля вольная полетела. Сейчас давайте это выпустим. Клювы мощные у них. Клетку раздолбали немножко. Как сделать, чтобы вам видно было. Все. Сейчас снова зарядим хлопок и будем ждать щегла. Я смотрю, тут синица все съела или рассыпала, непонятно. В общем, надо сейчас будет снова это тут рассыпем, чтобы прилетали разные дикие птицы ели. Значит так, хлопушка заряжается очень просто. Это сюда. Здесь палочка. Таким образом заряжается ловушка, хлопушка. Сейчас я покажу, если кто не в курсе, кто начинающий, как я. Смотрите, птица прилетает, садится сюда на палочку. Так, сюда. Вот тут старайтесь пониже делать, друзья. И птица садится на палочку. Раз. Хлопушка закрывается. Механизм достаточно простой. Заряжаем одной рукой. Друзья, лучше двумя руками, если у вас свободные они. А так можно и одной попробовать. Все, зарядили. Сейчас насыпем семечек. У меня здесь есть немножко запаса. Думаю, опять синица вернется. Их тут миллион. Я сейчас заряжаю, они чирикают вокруг меня, слышу синицы. Щегла, как я не пытался призвать к трапезе в моей ловушке, он не соглашается. Я ставил звуки, щегла приманывал. В общем, без живца очень сложно. По крайней мере, мне очень сложно поймать щегла первый раз. Ну, думаю, если не поймаю щегла, то на выставке в Кропоткине куплю подманника и буду тогда уже ловить на живца. Все, друзья, смотрите. Вот таким образом я заряжаю две ловушки с двух сторон. Слева и справа. И ожидаем щеглов. Не знаю, что поймают, то поймают. Потом, если что, покажу, выпущу. Но синиц в любом случае буду выпускать. Вот такие вот тут условия ловли. В принципе, вот лес рядом. Там на бугре, если подняться, уже степь, поле. Слева лес. Вот лес, видите. Здесь небольшая растительность деревьев. И там снова лес идет. Но лес такой небольшой, лесополоса. Щегла здесь валом. Когда музыку ставил, прилетят вот тут на кустах, сядут и сидят, смотрят. В ловушку не залазят. Такие вот у меня сегодня новости. Все, видео подходит к концу. Всего всем доброго. Продолжение следует. Если что-то поймаю интересное, я вам покажу обязательно. Ну, про синиц больше, думаю, снимать не буду. Как бы есть один вариант трофей. Запишем, что синицы пойманы. Поймаю кого-то более интересного. Покажу, обязательно расскажу. До скорой встречи на моем канале. До скорой встречи на моем канале.